Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет распаковочка. Мне только что позвонили и сказали, что сейчас доставят посылку Шейн, а я её заказывала 4 дня назад. Я просто понимаю логически, что за 4 дня она не может приехать, ну не бывает такого. Мне самой интересно, чем закончится эта история. На всякий пожарный я решила сделать макияж по-любому, потому что я не удержусь, мне сразу хочется открыть и посмотреть, что же там внутри. Окей, вот сказали, что через полчаса посылка будет у меня, как раз сделаю мейк, приведу себя в порядок и посмотрим, что же там в этой посылочке. Вот буквально 3 минуты, как я закончила с макияжем и прической, выпрямила волосы, подготовилась и сразу мне позвонили и сказали, что внизу я спустилась и взяла посылочку. Прикиньте, за 4 дня доставка. Я в шоке. Я уже вижу, что здесь. В этот раз я заказала очень много мелких вещей, которые нужны в хозяйстве. И такой небольшой дисклеймер. Все товары, которые я показываю в видео, я купила самостоятельно. Вот, пожалуйста, вам чек об оплате. У меня вообще весной такое настроение что-то покупать. Вот мне хочется что-то покупать. Даже вот сейчас лежала и лазила на шейне. Я думаю, блин, что же еще интересного прикупить. Боюсь что-то отрезать важное. Что я помню? Помню, что я заказывала вот такой кардиган. Помню, что заказывала на скидках буквально за пару долларов комбинезон. В шейне есть раздел «Горящая распродажа». И вот там я купила себе брюки просто по смешной цене. И еще тулунчик на лето. Так, первое, что я здесь вижу. Вау, шкатулочка. Какая она милая. Я хотела себе маленькую шкатулку. Мне парень дарил огромную. Все украшения, которые у меня есть, мне не нужны под рукой. Вау, а эта шкатулка имеет идеальный просто размер. Можно положить свои украшения и, например, поехать куда-то. То есть как travel вариант тоже идеально подойдет. И цвет обалденный, стоила она копейки, там 5 долларов, что ли, или и того меньше. В общем, была розовая расцветка. И вот такая я решила взять такую. Очень удобно. С одной стороны, хранить все свое золото в одном месте, в огромной шкатулке, немножко небезопасно, на мой взгляд. А учитывая мой характер, я плюс-минус ношу одни и те же изделия. Поэтому положу все это сюда. Этой шкатулке я просто ставлю 5 из 5. Идти даже можно заказать на подарок кому-то. Очень красиво смотрится, нежненько. Супер, я довольна. Помялась. Блин. Почему? Вы знаете, что я сама себе делаю ноготочки. Плюс я получаю огромное удовольствие от этого процесса. Недавно купила новые гель-лаки. Ну а вот эти переводные слайдеры, они у нас намного дороже обходятся. То есть один слайдер нам обходится, как вся эта упаковочка. А качество у них обалденное. У меня подружка заказывала. Я решила сама тоже заказать. И я сейчас вижу, что не зря. Правда, немножко помялась. Но я думаю, это не критично. Все исправится. Давайте поближе покажу вам наклеечки. Они водные. Узоры мне здесь очень нравятся. Смотрите, какая красота. Как раз то, что я искала. Всякие цветочки, рюречки, бантики. Вторая страница выглядит вот так. Вот здесь мне нравятся поменьше. Вот эти вот особенно не очень нравятся. И третья страничка с такой геометрией. Вот эти вот фигурки классные. Я сначала хотела заказать стемпинг. Потом подумала, зачем заморачиваться. Можно сразу заказать готовые переводные наклейки. В следующий раз я обязательно буду делать что-то вот из этого. Только сверху вот эта пленочка очень легко отходит. А рисунки просто обалденные. Прям то, что я хотела. Я вообще хотела взять два таких сета. Но когда я кинула уже в корзину, мне высветилось, что это вы не можете заказать. Даже не поняла, почему. Ну да ладно. И давайте сразу покажу тугунчик на лето. Который я купила на супер-пупер распродаже. Я даже стесняюсь сказать, почем я купила его. Там пару долларов за три доллара, что ли, взяла. Ну и что, глянем. Надеюсь, что эти шортики не будут супер-короткие. Нет, они супер-короткие. Материал обалденный. Правда, цвет немножко фотографии искажает. Он немного темнее, на самом деле, чем на фотографии. Я подумала, что в крайнем случае, если даже мне пипец как не понравится, можно носить дома летом. Но я так смотрю, в принципе, ничего так. Буду носить классно. Мне нравится однозначно. Ой, сколько я мелкотни заказала. Так, что мы видим дальше? Мама очень хотела себе сумку такую же, какая есть у нее. И мы не могли найти эту модель. Твикс, не двигай камеру. В общем, мы не могли найти именно тот фасон, который у мамы. Мама хотела с вот такой вот ручкой и наподобие кошелькам. Приехала. То есть мы не могли найти именно такой фасончик. Правда, немножко замки такие хлипкие. Мне кажется, они быстро сломаются. Ну а так, в принципе, неплохо, учитывая, что эта сумка стоит 5 долларов. Это как кошелек-сумка. Мне нравится. Я, по-моему, две такие заказала. Надо сейчас посмотреть. Следующая штучка для маникюра. Это вот такой вот пушер. У меня есть пушер, но я его покупала, наверное, лет 10 назад. Я решила обновить. Был он всего за 1 доллар. Решила заказать. Почитала комментарии. Там все писали, что классный. Советую. Бери. Я решила взять. Ну так неплохо. Сколько бы я не покупала штучек для маникюра, мне всего мало. Видела я у других мастеров маникюра золотую поталь, или как правильно она называется, не знаю. В общем, вот такая вот штука золотая наклеивает на ногти. Взяла в розовом золоте, взяла в серебре, и взяла, конечно же, в желтом золоте. Все это вместе стоило, не помню, 3 доллара, по-моему. Я уже успела одну открыть. И что меня удивило, и хочу показать вам, что блестки здесь прямо до самого верха. То есть заполнили прямо от души. Не пожмотили. Мне кажется, мне такая упаковка лет на 30 хватит. Так вот так вот приклеила. Все клеится очень легко и просто. Хватит на несколько жизней. Ссылки все будут на товары в инфобоксе. А насчет цен там немножко сложновато. Дело в том, что, оказывается, в разные страны они продают по разным ценам. Так как меня смотрят и Азербайджан, и Казахстан, и Узбекистан, и Украина, и Россия. Поэтому я не знаю, стоит ли указывать цены. Потому что цены у нас могут с вами отличаться. Поэтому лучше, наверное, все-таки просто оставить ссылочки, а вы перейдете и посмотрите. Кошелек! Ура! Я давно хотела себе очень маленький кошелек, потому что в последнее время я покупаю очень миниатюрные сумки. А все кошельки у меня просто огромных размеров. Я хотела очень-очень маленький кошелечек. И вот он. Класс! То, что надо. Правда, здесь немножко торчат нитки, но я надеюсь, что это можно отрезать как-то. Также можно сюда класть карточки. У меня их дофига. И еще есть вот такой вот кармашек. Кошелек максимально миниатюрный, но в то же время очень вместительный. То, что надо. Просто класс. Советую. Стоил он 2 доллара, по-моему. Тоже очень нравится. Расчесочка, которую я заказала, если честно, не Твиксику. Но расческа Твиксика потерялась. Я не знаю, где она. А это результат. Короче, я заказала эту расческу не для Твикса. Но я сейчас думаю, может ее звездануть для Твикса. И сказать, что она не пришла. Посмотрим. Может, найдем твою расческу еще. Так же я заказала очень много... Сейчас, по ходу, буду показывать вам. Очень много поводков. Или, как правильно, ошейников. Заказала ошейник для Твиксика. У брата дома тоже 2 котика. Девочка Сони и мальчик Рыжик. Я решила, как-то получится некрасиво, если я закажу для Твиксика и не подарю им. Поэтому я заказала всем. Очень интересная такая штучка. Классно. Так, сейчас глянем на его реакцию. Понравится ли ему ошейник или нет. Отпусти, Твикс. Классно, что его можно регулировать. Потому что у меня дурачок толстенький. Так, Твикс. Ну что, нравится тебе? Ну, вроде как он немножко себя чувствует некомфортно. Но я думаю, он привыкнет. По крайней мере, я надеюсь на то, что он привыкнет. Недавно я потеряла Твиксика. Точнее, он убежал. Я поняла, что если бы он был бы с поводком, хотя бы окружающие люди бы понимали, что это домашний кот. Кстати, я еще заказала такую штучку, где можно написать мой номерочек. Так что, если мои соседи меня смотрят, будет бумажечка, где мой номер телефона. Позвоните мне, пожалуйста, и отдайте моего засранца. Еще один просто голубенький. Вот этот голубенький как раз-таки Твиксу подойдет идеально. Стоил тоже недорого. Что касается остальных, то они тоже сделаны очень аккуратно. Правда, вот эту штучку можно снять, потому что котик себя чувствует очень некомфортно с этой штукой. И плюс, если у вас совсем маленький котенок, то здесь можно регулировать. И этот ошейник подойдет, даже если котик совсем маленький. А вот это вообще прелесть. Посмотрите, какая красота. Брюки, которые тоже я взяла с огромной скидкой. Я просто реально не понимаю, почему эти вещи с такой скидкой продавались, потому что они крутые. На весну прям самое то. Просто большеватые немножко, да. Ну, в принципе, они свободные. Свободного кроя. Надо померить и посмотреть. Мне нравится. Материал просто пушка. Даже можно дома носить. Супер. После примерки я поняла, что брюки мне большие, хотя это размер S, и меньше этого не было. В принципе, носить можно и так, но если бы размерчик был бы чуток поменьше, было бы вообще супер. Ещё один кошелёчек. Сегодня у нас всё прям такое мелкое, мелкотня. Так. Этот кошелёк мне нравится гораздо меньше, чем первый. Хотя стоит он, по-моему, столько же. Вот такой вот миниатюрненький совсем. Пахнет. Пахнет не очень. Прям Китаем явным. Ну, неплохо. По-моему, он стоил доллар или что-то в районе этого. Но не супер. Он не выглядит, например, на 10 долларов. По нему сразу видно, когда вы на него смотрите, что максимум его цена это доллар. Но он маленький. Это огромный плюс для меня. Как раз поместится в сумочку. Но вот первый кошелёчек, он был гораздо лучше. Сейчас вам покажу вот. Этот намного лучше. Прям покачественнее. Дальше. Кардиган. У нас сегодня какое-то бесконечное видео. Как вы думаете? Конечно, Жайка купила на скидке. Вау! Какое качество! Гляньте, какой красивый кардиган. Здесь запасная пуговица есть. Но обычно я их теряю. Вау! Класс! Стоил он 9 долларов. У нас в городе, ну, такие... Даже вот на скидке, на скидке в Нью-Йоркере я купила за 35. Это уже со скидкой. Вот этот кардиган. 35 монат, это делает 20 долларов. А этот я купила за 9. Разница огромная. Я думаю, что весной с джинсами и с какой-то футболкой, топиком будет смотреться просто обалденно. Какая расцветка. Прям вот точь-в-точь, как на картинке. Размерчик у меня S. Бирочка Shane. Супер по мне. Вау! Вау-вау-вау! Это была самая спонтанная вещь, которую я вдруг кинула в корзину. Просто увидела чисто случайно, решила взять. Так необдуманно. Померяем. Там лежит твиксик. Он, кстати, уже привык к своему ошейнику. Вот так вот смотрится. Мне кажется, классно. Супер. Очень классный материал, девочки. Это просто супер. Очень приятный на ощупь. Очень теплый. Вообще, я не люблю заказывать зимние вещи. Просто потому, что мне обязательно зимние вещи нужно пощупать. Чтобы я поняла, что это очень приятно на ощупь. Этот кардиган. Он тяжелый. Он качественный. Он очень приятный на ощупь. Я вам могу его смело советовать. И сзади это выглядит вот так вот. Мне настолько все понравилось, что я хочу опять что-то заказать. Это прям какая-то болезнь. Сейчас не буду это открывать и показывать. В общем, это вот такие вот шарики. Зачем я заказала? Потому что весь этот набор стоил 1 доллар. Я подумала, почему нет. Обычно у нас такие наборы стоят не очень дешево. Но почему-то они какие-то мутные. Но надо смотреть на деле. Дай бог, будет у нас какой-то праздник. Будет праздник на нашей улице. Я обязательно вам покажу, как это все работает на деле. Еще одна сумочка такого же кроя. Надеюсь, что мамочка оценит. Просто в двух расцветках взяла. Мама давно хотела себе такие сумочки. Здесь тоже очень хлипкий замок. Мне кажется, он очень быстро испортится. Ну, посмотрим. Надеюсь, что она оценит. Мне нравится. Она именно вот так хотела. Она ходит, гуляет. И вот так вот у нее на руке. Осталась у нас мелкотня. До этого я заказывала огромный набор резиночек. Этот набор мне хватил, наверное, где-то на год. Даже сейчас немножко осталось. Видите, эти хвостики тоже сделаны с этими резинками. Я не знаю, куда деваются мои резинки. Они куда-то испаряются. Половина просто рвется. Что-то происходит с ними. У меня длинные волосы. И это обязательно нужно как-то закалывать. В общем, я жалею лишь об одном, что взяла только один такой набор. Надо было взять два или три. Потому что в хозяйстве пригодится. Здесь очень много штук. И хватит вам прям на пол жизни. Советую. Дальше еще два ошейника. Деленый и голубенький. С вот такими штуками. Классно. Я бы даже сама надела. Сына, если тебе не понравится, мама сама будет это носить. Как браслеты. Его почему-то очень сильно нервирует вот эта штука, которая трясется. И издает звук. Он не понимает, откуда звук. Вот такая вот у него реакция. Я вам в инстаграме показывала вот этот вот. И хотела сначала заказать его. Просто потом почитала комментарии. Многие писали, что типа он очень грубый и неудобный. Котику не нравится. И этот ошейник больше подходит для маленьких собак. Поэтому я передумала и решила заказывать эти. У меня ж пацан с сына. Вот. С бантиком. Будет он у меня красавец ходить. Вот только не знаю. Будет ли он все это носить или будет бастовать, как всегда. Так. Осталось у нас здесь почти ничего не осталось. Так. Вроде все здесь. Заказала себе набор кистей. По-любому пригодится. Один доллар стоил такой набор. Почему нет? Тем более я делаю ногти не только себе, но и мамочке. Да и вообще люблю всю эту рутину. А эти кисти я заказала для работы с гелем. Когда я наращиваю там ноготочек или укрепляю. Вот такой вот наборчик из трех кисточек. Хорошего качества. Одна из них очень тоненькая. Две обычные. Это надо, конечно, попробовать и во влогах. Я вам точно скажу, что к чему. И еще я заказала. Пока я снимала это видео, Твиксик уже привык ходить с ошейником. И вот такая вот штучка, которая откручивается. И здесь внутри записочка. Правда она малепусенькая. Но я надеюсь уместить там мой номер телефона, чтобы дурачок уже больше не потерялся. Слишком маленькую, да, я взяла. В общем, была большая и чуть-чуть поменьше. Но стоили они одинаково. И вот эта штучка вот так вот открывается. И здесь можно записку вставить. Вот как раз здесь есть записка. То есть можно оставить свой номер телефона. Вдруг если Твиксик потеряется, вдруг кто-то из вас захочет ему помочь. И вот туда мы прицепим это все. Надеюсь, что он согласится это все носить. Также я заказала себе вот такую керамическую, да, по-моему, это фреза называется. Для снятия покрытия. У меня никогда такой не было. Но я решила на пробу взять. Посмотрим, понравится мне или нет. За кадром я попробовала снять покрытие с этой фрезой. Что я могу сказать насчет нее? Снимает она не супер. И советовать ее к покупке я не могу. Возможно, я просто привыкла к другим фрезам. Но я осталась недовольна. В общем, во влогах все это дело обязательно буду показывать. И еще взяла такой вот наборчик, набор кистей. Здесь как раз тоненькие кисти. Буду рисовать френч, учиться, всякие рисуночки и все дела. Кисточки очень-очень тоненькие. Я думаю, что в работе с ними будет очень легко. Прям я даже не ожидала, что настолько тоненькие будут. Для френча и для всяких узоров, думаю, идеально. Однозначно советую. Да, конечно, сейчас в комментариях многие напишут. Айка, в Азербайджане очень много мастеров маникюра. Сейчас делают просто за копейки на каждом шагу. Зачем столько денег тратить на все эти приспособления? Я, с одной стороны, с вами согласна. Но, с другой стороны, я это все очень сильно люблю. Я получаю кайф от этого. Кстати, можно педикюр сделать себе. Уже скоро лето, пора. То есть, я это делаю не в целях экономии. Мне просто нравится как-то творчески выражаться. И я получаю кайф от этого. Поэтому как-то так. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка. Пока!